Прогнать зиму свистом. В набережных Челнах подвели итоги республиканского конкурса «Праздник свистуньи». Ученики и преподаватели художественных школ и кружков со всего Татарстана собрались в детской школе искусства автограда для вручения наград. Также для них был организован мастер-класс по лепке на плоских поверхностях. О том, как прошло мероприятие, смотрите в следующем сюжете. Преподаватель детской школы искусств Надежда Сынкова занимается с детьми лепкой и скульптурой 1976 года. Она была одной из первых в этом направлении в Челнах. Ей же пришла идея конкурса «Праздник свистуньи». Со временем он стал республиканским. В день равноденствия раньше встречали весну, провожали зиму, выходили за деревню, за посёлок там, делали вот такие вот свистульки, плясали, пели, играли. До начала церемонии вручения наград для участников провели мастер-класс по новому для них направлению «Рельефные формы». Ребята научились чувствовать объём, придавать форму и декорировать глиной. Тему работы каждый выбрал сам. Это изображение животных, рыб, птиц и сказочных персонажей. Рельефные изображения выполняются на плоской плакетке. То есть мы делаем не круглую скульптуру, которая просматривается со всех сторон, а здесь это у нас изображение объёмное на плакетке. Все участники мастер-класса – призёры конкурса. Свои глиняные изделия они привозили сюда с конца февраля. Работы оцениваются по номинациям «Народная игрушка», «Круглая скульптура», «Рельефная композиция» и «Скульптурная композиция». Члены жюри отметили профессионализм конкурсных работ. Всегда не хочется обидеть детей. Здесь же работают творческие дети. Они все хорошие, нет плохих работ. Я занимаюсь лепкой уже два года. Лепка мне нравится тем, что она развивает навыки и с помощью льё можно делать разные скульптуры. В конкурсе принимали участие дети от 8 до 16 лет. Также были отмечены работы преподавателей. Юбилейный 10-й республиканский конкурс «Праздник Свистуни» состоится в 2023 году.